Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас продолжение темы лодки Романтика. Так я и не оставил мысль разогнать эту лодку до нормальной скорости. Последний раз я испытывал на ней свой самодельный двигатель гибрид мощностью 5 лошадиных сил. Скорость тогда на Романтике получилась всего лишь навсего 12 км в час. Ссылочка на это испытание появится сейчас вверху. Также я испытывал этот двигатель гибрид на лодке АКВА 2.8 и на лодке Килевой АКВА 3.2. Вот на лодке с Килем этот мотор показал себя с самой лучшей стороны. Кстати ссылочка сейчас на это испытание появится тоже вверху. Ну а сегодня у нас тема других двигателей. Нагрузили меня вот такими вот советскими двигателями. Это моторы Ветерок. Конечно они не очень хорошем состоянии. Но я думаю мы их реанимируем и запустим. В интернете бытует такое мнение, что лодка Романтика и Ветерок это очень опасное соотношение. По той причине, что лодка плоскодонная и она очень плохо управляется на больших скоростях. А Ветерок достаточно мощный для этой лодки. Я хочу проверить эту теорию. Хочу посмотреть как будет себя вести эта лодка под мотором 8 лошадиных сил. Так, ну что, с какого мотора начать я даже не знаю. На этом моторе стоит штатное пусковое устройство. На этом моторе его нет. Зато на этом моторе стоит уже более-менее современный коннектор. И этот коннектор у меня есть на топливом баке. Вот этот мотор Ветерок 8М. То есть на нем стоит электронное зажигание. И этот мотор Ветерок 8М. На нем стоит кулачковое зажигание, насколько я понимаю. В общем, думаю, что буду запускать тот мотор, на котором будет искра. Сейчас буду проверять искру и замерю компрессию. Поставил я мотор на стоечку, чтобы удобнее было с ним работать. Для начала хочу смазать все вот эти поверхности. Потому что газ тут совсем тяжело ходит. Все закисло с годами. Уже осталось все помягче ходить. Сейчас проверю искру на этом двигателе. Проверю компрессию. И можно будет уже смотреть, какой из этих двигателей нам выбрать. Такими вот советскими ключами буду отворачивать советские же свечи. Вот этот мотор. Как-то странно, туго проворачивается. Не могу понять, почему. Это происходит. Даже без свечей. Я думаю, что у него что-то с нижним подшипником. Так, вот такую вот веревку я сделал пока. Попробуем ее подергать и посмотреть, будет ли искра или нет. Да, искра есть. Сейчас посмотрю на второй свечке. Да, на второй свече тоже есть искра. Ну что, следующий мотор. Да, не лёгкий они. Так, ну что у нас со следующим мотором. Со следующим мотором у нас... Ну, почему-то он так достаточно туго поворачивается. Надо будет смотреть. Ну, мотор на нем проворачивается гораздо легче. Зато... Сразу же у нас почему-то включается винт ходовой. Сразу начинает вращаться. Но с этим мы тоже разберемся. Так, и здесь поломаны все шестеренки. Шестеренки, которые приводит газ. На этом моторе уже механическое зажигание. То есть кулачковое. И опять на помощь нам придёт советский ключ. Вот такой вот советский ключик. Свеча ещё вот такая. А-11. Сделанная в СССР. Сейчас вернём вторую свечку. Кстати, хочу заметить, что нагар на свечах такой достаточно хороший цвет. Такой светло-коричневый. Кирпичному, ближе к кирпичному свету. Это говорит о том, что мотор работал нормально. У него была нормальная смесь. На этом моторе у нас есть пусковое устройство. Правда, работает не очень хорошо. Да. Ну, посмотрим сейчас. Мне плохо видно отсюда. Есть лискра, поэтому я сделаю вот так. Чтобы мне было видно. Да, пока не вижу. Наверное, надо таким же способом. Мне будет удобнее посмотреть искру, как я и на том моторе проверял. Так, намотаем пусковой шнурок. Дёрнем. Да, по-моему, на этом моторе искры нет. По крайней мере, на этой свечке. Я её не вижу. Сейчас попробуем ещё раз. Нет, искры нету. Я решил, что буду пока заниматься с этим мотором. Мне он понравился больше. По той причине, что у него здоровый нагар на свечках. Ну и в целом, как бы, мотор, мне кажется, более ухоженный, чем второй. Плюс у него стоит вот этот пусковой механизм. Мне не хочется переставлять пусковой механизм на другой мотор. Поэтому я сейчас сниму вот этот венец и посмотрю, что там, какие там проблемы с зажиганием, из-за чего всё не работает. В принципе, я так думаю, что можно без проблем переставить электронное зажигание сюда. Думаю, что они взаимозаменяемые, эти зажигания. Для снятия буду использовать свой любимый съёмник. Изготавливался он ещё на заводе. Ну вот. Ну, собственно, я так думаю, что всё. С конуса я и сдёрнул. Дальше сейчас посмотрим. Так, ну что тут у нас? Тут всё. Всё достаточно красиво. Сколько лет сюда не лазили, сказать сложно. Вот в таком вот состоянии зажигания. Сейчас покажу. Вот оно какое красивое. Конечно, мусора тут хватает. Но выглядит так достаточно всё красиво. Будем сейчас смотреть, почему нет искры. Вот здесь вот я вижу ржавчину на магнитах. Видимо, вода сюда попадала. Ну и так, впечатление такое, что он лежал в воде. Посмотрим. Если зажигание рабочее, значит будем реанимировать. Главное, чтобы вот эти катушки были рабочие, будем его реанимировать. Если же нет, значит будем ставить электронную. Вот эту вот ржавчину беру на ржавчину бумагой магнитов. Продуем. Всё. Я думаю, что искра, в принципе, должна появиться. Надо почистить кулачки. Возможно, они тоже зажаели. И я думаю, что искра должна появиться. Снял я контактную группу. В общем, кулачки сильно окислены там внутри. Думаю, что нужно будет сейчас их немножко прошкурить. И дальше будем ставить на место, выставлять зазор в кулачках. И смотреть, будет ли искра. Если искра не появится, возможно, с катушками проблема. Вот на этой катушке кусок отломан, я вижу. Вот. Ну, если что, тогда поставим сюда зажигание уже электронное. Ну, что. Сейчас прокручиваю завал двигателя. Я вижу, что кулачки открываются. Зазоры я выставил в контактной группе. Надо попробовать поставить всё обратно и посмотреть, будет ли же искра. Но, как многие говорят, главная проблема этих двигателей – это зажигание. Поэтому многие устанавливают сюда электронное зажигание. Я пока этого делать не буду, потому как считаю, что в моём случае пока этого нет смысла. Вначале я хочу попробовать, как этот мотор будет работать на лодке. Как он, какую скорость будет лодка выдавать под ним. То есть, сейчас мне важно его запустить и добиться того, чтобы он более-менее нормально работал. Всё остальное будем делать в дальнейшем. Так, надо попасть, умудриться в эту шпонку. Так, хорошо. Ну и всё. Сейчас затягиваем и смотрим, будет ли искра. И чудо. Искра появилась. Честно говоря, я даже не надеялся. Думал, что катушки за столько лет сдохли. Оказалось, нет. Сейчас покажу. Одна свечка. И вторая. Ну что, друзья, у нас есть все шансы запустить этот мотор сегодня. Сейчас я переставлю коннектор с другого мотора на этот. Ну и, собственно, нужно будет переставить вот эти шестерёнки привода газа. Или даже, возможно, целиком весь румпель. Но я сейчас посмотрю, как это будет проще сделать. Не стал я заморачиваться с переустановкой шестерёнок румпеля. А решил переустановить целиком крепление. И нашёл вот такие вот шильдики. Они на струбцине крепятся. Вот год выпуска. 1978 год. Меня ещё тогда даже на свете не было. А второй двигатель, который 8М, он уже 92-го года выпуска. То есть мотор посвежее. А состояние у него, мне кажется, хуже, чем у этого. В принципе, румпель я переставил. Теперь всё работает хорошо. Всё плавненько. В общем-то, всё я смазал. Смазал вот этот механизм запуска. Теперь он стал хорошо работать. Немного сегодня поменял локацию. Вчера не успел всё доделать. Уже было поздно. Сейчас буду доделывать. Значит, хочу вот такой вот коннектор поставить вот на этот мотор. Здесь нет отверстия, потому что выход на этих двигателях идёт вот здесь. Точнее, вход под топливо. А на моторах уже с буквой М вот здесь выходит. То есть сейчас мы будем вот здесь сверлить отверстие. Потому что штатное, мне кажется, не очень удобно использовать. Вот именно вот отсюда выход шланга. Он как-то здесь, мне кажется, будет болтаться. Где транец. Об транец стереться. Проще вот сюда поставить. То есть поставлю шланг длинный. Просверлю сейчас под коннектор. И будем пробовать, наверное, уже запускать. Если не будет заводиться, тогда будем уже смотреть что-то с зажиганием. И так далее. Я беру приблизительные размеры, как и на двигателе с буковкой М. То есть чтобы никуда не отходить. Ну, примерно плюс-минус, я думаю, не принципиально. Так, что отверстие будет чуть левее или чуть правее. Ну вот. Замечательно. Ну что, коннектор я остановил вот так. Единственное, что осталось сделать, это отрегулировать рычаг включения винта. Думаю, что дело здесь именно в регулировке. Включаю коннектор. Честно говоря, момент даже для меня волнительный немного. Так, подкачиваем грушу топлива. Топливо куда-то пошло. О, и тут же обнаружилось течь. Вот в этом бензонасосе. Так, чуть-чуть подтянул нижнюю крышечку. Лица перестала. О, брызнуло что-то из поплавковой камеры. Так, ну что, здесь я вижу, есть топливо. Попробую закрыть заслонку. Давайте попробуем. Как говорится, с божьей помощью. Надеюсь, заведется. Пока все тихо. Да, вот отсюда аж через верх полилось. Я, честно говоря, не знаю, на каком газу заводятся эти моторы. Ну, на сколько нужно дать открытие заслонки. Может быть, вообще попробовать запускать на полностью закрытые заслонки. Должен сказать. О, мотор схватил. Можно попробовать чуть-чуть ему дать газу. Не знаю, насколько много, но вот по заслонке примерно процентов на 20. Друзья, ура, он завелся. Так, дальше я заводить его не буду. По той причине, что воды нет. Двигатель работает на сухую, ему нужно охлаждение. Сейчас я принесу емкость с водой. Поставлю ее. Заодно проверим помпу. Ну и, собственно, посмотрим, как он работает. Но мне уже понравилось, как он работает. Друзья, не забывайте поставить лайк. В общем, я не думал, что он так быстро заведется. Но считаю, что советское качество, оно выше всех похвал. Если мотор эксплуатировался правильно, то он будет очень долго работать. Гораздо дольше, чем китайский. Это мое личное мнение. Так, ну вот, как-то, как-то поставил. Главное, чтобы винт не включился. Попробуем. О, водичка пошла. Да, замечательно. Мотор вообще шерпчик, можно сказать. Так, чуть-чуть подреется, попробуем колоски поменьше. Вообще прекрасно работает. Итак, друзья, что бы я сделал перед тем, как спустить этот мотор на воду? Я хочу проверить состояние смазки в редукторе, заменить ее. Также обращу внимание на бензонасос, потому что он подкапывает. Возможно, нужно поменять мембрану или же прокладку. И после этого мы обязательно спустим его на воду. После стольких лет он опять окажется на воде. Опять заработает. Опять будет выполнять свое назначение. Поэтому, друзья, оставайтесь. Будет интересно, я вам обещаю. Ну и не забывайте ставить лайки. Так, ну что, мы на водоеме. Вот она, Романтика. Вот он ветерок. Будем проверять эту теорию, так ли опасно ездить на лодке Романтика с двигателем ветерок. Романтика. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ветерок нас везет Ну что, подвожу итоги Конечно, романтика управляется достаточно плохо На высоких скоростях Я это почувствовал в сравнении С резиновой лодкой Романтика, конечно, управляется гораздо хуже Вот на скорости 30 км в час Там малейшая волна И лодка уже Из состояния управляемой Переходит в состояние неуправляемой Что касается двигателей витеров Мотор мне очень нравится Если довести этот мотор до ума То, в принципе, получится очень хорошая альтернатива По моему мнению, китайским моторам Насколько хорошо идет романтика под этим мотором То скажу, что очень хорошо идет Я так думаю, что эту лодку В советские времена Использовали с этим двигателем Но если садится второй человек То, конечно, ветерок уже не выводит на глис лодку Ну, а если говорить про одного человека То, в общем-то, больше вот этой лодки двигателей, я думаю, не нужно Почему? Потому что действительно лодка становится опасной Лодка не управляется Должным образом Конечно, я думаю, что Эта лодка проектировалась Как бюджетный вариант Мореходные ее Качества Мне кажется, достаточно низкие В том числе и, мне кажется, на волне Она себя будет вести очень плохо Ну, по крайней мере, мне пару раз попадались волны такие Не очень большой высоты В общем, лодка на этих волнах вообще теряется И перестает управляться То есть реально становится страшно Ну, и что еще добавить В принципе, для спокойных поездок при небольшой волне Я думаю, эта лодка очень хорошо подойдет К тому же она достаточно легкая Ну, а ветерок мы будем дальше, конечно же, испытывать В следующем видео Я думаю, его поставить на свою Акву Длиной 3,2 метра И протестировать на ней Думаю, будет очень интересно Поэтому, друзья, не забывайте подписаться на канал Чтобы не пропустить новые видео К тому же уже не за горами скоро зима И у нас с вами опять пойдет тема мотобуксировщиков Вот, там тоже много идей и планов Ну, и, естественно, не забывайте про лайки Всем до новых встреч!